Привет, Peloton, с вами Z, сегодня я вам расскажу про второе дополнение для Forza Horizon 5 под названием Rally Adventure, и если по-русски говорить, то это раллийное приключение. Это будет обзор, расскажу, что это, как правильно проходить, с чем это есть, покажу сильные стороны этого DLC, без багов никуда, я их тоже покажу, и так далее. Собственно, так что прыгайте в копч своего раллийного монстра, заводите свой злющий движок с антилагом, и мы начинаем, погнали! Сразу начну, наверное, именно со вступления самого DLC, собственно, мне очень понравилось, как будто ты не уезжал с основной карты, типа вот вокруг поля, разруха, джунгль, но в то же время ты едешь на реально новом Рапторе, которого прям только что добавили в игру с этим DLC, сверху летит вертолет, что давно такого не было, разве что в показательных заездах, а не просто по карте. И да, он летает просто по карте, когда вы никуда там не едете, нигде не участвуете. Но, а вернемся к вступительному заезду, вокруг все же немного другие машины у NPC, все же немного чуть-чуть, но другая местность, да и в целом джунгли даже по-другому выглядят и не так ущербно, и кстати, даже не жрут так сильно битрейт. И вот складывается какое-то странное ощущение, но в конечном итоге ты все же ощущаешь это немного по-другому, ежели запустишь ралли на гонку, ну собственно, на основной карте в Мексике. И вот тут кроется главный козырь всего DLC, это сами трассы и новый режим Horizon Rally. Начнем мы с вами именно с трассы, все трассы во всех дисциплинах, а я напомню, что тут есть классическое ралли, которое на карте отмечено рыжим, синим, отмечено гонки, где только асфальт из покрытия и фиолетовым там будет именно много говны. Но также есть пару трассы юридичных гонок, а именно по асфальту, но главное, что ночью. И советую всем вам пройти тоже вот фиолетовую гонку по асфальту, заезд по серпантинам, правда кайфанете, серьезно, крутая штука. И вот каждый из этих маршрутов это испытание, особенно если вы едете в первый раз. И тут вы должны понимать, что может вы и едете шоссей на ралли, но брать сюда заднеприводную мощную, хоть и прижимистую тачку, это прям вот ну такое себе решение, я проверил, правда. Я проигрывал всем, просто потому что много поворотов под 90, каких-то прыжков и прочих вот вещей. И как вы понимаете, АВД тачки просто выстреливают из таких поворотов и проглатывают такие неровности. А ты пока нормально выйдешь из поворота, пока откроешь плавно и спокойно газ и начнешь его добавлять, вот уже еще один поворот под 90 под тобой. В общем, таким машинам просто душно здесь и все прелести заднего привода сходят на нет. Так что всем советую сделать себе для таких этапов по асфальту, собственно, машины на ралли-резине в А-классе под шоссе, ну соответственно АВД машины. Если что, ралли-резина держит очень даже хорошо асфальт, это просто если что, ну вы не знали, и даже дрифт-резина, да-да, просто напомню вам об этом. А вот режим Horizon Rally это то, чего так не хватало. Вы можете отключить траекторию себе и ехать полностью под диктовку штурмана, сверху появятся значки, какой поворот дальше, и таким образом вы едете. Но, как и все, наверное, я все же вернулся к тому, что включил себе траекторию именно на торможение. Но просто потому, что трасса здесь с очень крутыми поворотами, а иногда и с липыми крутыми поворотами, а ты едешь в первый раз, и тяжело определить верную точку торможения, чтобы не уебаться в первую же попавшуюся стену в повороте по 90. Так что в любом случае, этот режим просто супер, и попробуйте поездить вот так. На правую 4. Плохо, и скачем. Да не в один. Похуй, вааа, все. И что, закладывай, закладывай. Закладывай? Да, молодец. И что там вы закладываете? Николе у него самовар в багажнике, чикай, блядь. Налево, круто, 10, давай. Закладывай. 100. Блядь, ты курить-то успеваешь, у Василия? Через камыши. Мне кажется, потом отдыхать, а вместе с ним. Салево, через борт, 4. Блядь, чил без выходных вообще просто хуя, че. Даже покурить спокойно отойти, лево. Да, если у вас есть друг, можете вот такой дичью позаниматься. Если у вас есть друг. Блядь, че я написал в сцене. Давайте немного про местные команды. Команда классического ралли, то есть обычное ралли по грунту, иногда по асфальту, маленькие участки с ним будут. Это команда Horizon Raptors. Где последним боссом будет Алекс? Команда с маршрутами по шоссе носит название Apex Predators и босс тут Алехандра. И последняя, собственно, команда Great Reapers, где босс Рамира. Это те самые ночные гонки по говне, а-ля уличные гонки на основной карте. Но еще, опять же, как я и говорил, пару заездов будет просто по асфальту в стиле уличных гонок. Что ж, вы проходите 8 гонок, хотя бы в одном из режимов, и тогда вам откроется босс. В смысле, в одном из режимов, либо Horizon Rally, либо Horizon Race, то есть либо квала, либо гонка с ботами. Да, от каждой гонки можно по 2 раза проходить. Так что, чтобы открыть все 3 гонки с боссами, вам потребуется пройти суммарно в этих 3 дисциплинах 24 гонки. Затем еще 3 гонки с самими боссами по каждой дисциплине. И потом, только уже на 28 гонке, будет Голиаф. Подробнее про босс-файты. Мне понравилось, что тут тебе дают тачку, на которой ехать, то есть ты не можешь выбирать сам. И на непобедимом уровне сложности это прям хорошо и интересно, реально. А вот Голиаф короткий, у меня вышло в А-классе всего 7 минут 24 секунды. Но все же, короткий он только потому, что сама карта ДОПа это очень маленькая местность. И это правда, тут ничем это не вскроешь и не прикроешь, она реально очень маленькая. Да, тут полно интересных мест. И я видел много фотографий в том же инстаграме по хэштегу Rally Adventure, у которых я еще не был, но я не могу их реально найти на карте. То есть да, мест много интересных, местность насыщенная, но если честно, ну как-то вот маловато будет всего. Я растягивал ДОП как мог и почти не телепортировался от гонки к гонке. Ездил, любовался, тестил физику песка новую. И кстати, мы с друзьями сошлись на мнении, что песок стал намного более вязким и тачка просто гребет в нем, что собственно говоря нами только приветствуется. Но так вот карта маленькая, весь ДОП проходится приблизительно за 7 часов, если это вот прям вот растягивать, как вот я, максимально ездить, фоткаться, любоваться карьерными грузовиками и пытаться с ними замутить и так далее. Стоит отметить, наверное, что по всей карте ДОПа расставлены разные хрупкие предметы, ну так мы их назовем, потому что в сезонах они так и называются, которые нужно сбивать. Я так и не разобрался, что они дают, но честно, там вот капает и капает, а что оно дает, я так и не понял. Но по фану каждый раз зачем-то я сбиваю, и вот тут вот такая фигня со мной произошла, когда я впервые их увидел. Ну а чё? Когда едешь? Блядь, меня какой-то маньяк заманивает, пиздец. Ну ведь реально. У меня все страх тут, блядь. Он напорачивает голову назад, смотри. Ага, блядь! Как маньяки, блядь. Ага, вот и... Вот где закладки-то все. Ой, блядь, все. Назад только, не смотри. Тут вообще наклонется, демзо, блядь. От ролиной команды у нас пиньяты, от шоссейной стенды, которые такие же, как и на обычной карте, ну то есть с хпшками. А у ночного ралли кубики, которые также вас ведут к логову местного наркокартеля. Также с DLC вам будет доступно 10 новых машин, половина из них проходные, ну потому что там 5 багги, 3 внедорожника и еще 2 форда. Так вот, форт я бы отметил отдельно, реально интересная тачка и всем советую вам на ней покататься. Да, я сейчас про электричку говорю. Хотя ролиный форт тоже более-менее. Последнее, что мне прям вот хотелось бы отметить, это кат-сцены. Они реально сделали кат-сцены, где ты на своей тачке после того же галява прям подкатываешься боком к ним, так параллельно вот подъезжаешь. И в других гонках, типа с босс-файтами и тому подобное, вот так же. Почему нельзя было сделать это в прошлых DLC, или при прохождении истории на основной карте. Да, там есть кат-сцены, но они настолько ущербно выглядят, что лучше бы даже и не было. В общем, за это реально респект, они услышали игроков и это круто. Но вот единственное, что не хватает самой истории на карте Сиера Нового, это вот так местность DLC называется. История про какого-нибудь ролейного, старого, известного гонщика, который запишет вас в свои ученики, прежде чем начать проходить все это DLC. И вы будете у него учиться и проходить какие-нибудь там ролейные спецучастки на время, была бы прям очень в кассу. И в конце вам там какую-нибудь его старую тачку бы, ну, знаете, высрали бы из гаража. Вот, это было бы очень круто. Ладно, моя оценка этому DLC в 8 из 10. Просто потому, что были баги. Да, вот обратите сейчас внимание на карту. Дорога считается, кстати, полностью найденной. Но вот эти серые пятна просто не закрываются и мозолят мне глаз. Ну и потому, что гонки, хоть и реально крутые и интересные были, но вот из-за того, что карта маленькая, вы, наверное, себя ведь, ну, тоже хотя бы раз ловили на таком странном чувстве дежавю. Знаете, типа, стоп, я тут уже ездил пару гонок назад, что происходит? Да, вот реально, вы проезжаете по одному и тому же маршруту, бывает и в разных гонках. Но все же, все равно, во всем остальном, это очень крутое дополнение в разы лучше. Очень скучного и гриндового DLC с Hot Wheels. Про то, что тут надо каждую гонку закрывать по два раза, сначала в режиме квала, а потом в режиме гонки с ботами или с друзьями, я лично воспринял как комплимент, а не как штыки, как многие другие люди. Просто потому, что это растягивает прохождение допа и, блин, когда вы увидите реально новую карту с кучей гонок и машин. Правильно, это будет уже шестой харизин, так что советую вам не выпендриваться и также воспринимать это все и закрывать потихоньку DLC в двух режимах. В целом, это очень хороший ралли-экспириенс на пару тройкой вечеров, несмотря на то, как бы вы растягивали его, вот примерно так и выйдет. И, кстати, если были в каньоне, играли в первую часть, скажите, что очко делает жим-жимы. И прям вспоминаешь себя более 10 лет назад, как ты на мустанге по каньону прешь на показательном заезде. Эх, было время. Короче, скупаясь из-за олтфага смогла прослезиться и вот за это все 8 из 10, вот правда. И это очень хороший доф, всем вам советую его пройти, особенно если вы любите ралли и физику грунта в Хорайзене. Ну, у меня на этом все. Обязательно накормите этот видос своими лайками для его продвижения в рекомендациях, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый контент по гоночным играм. Пишите в комментах, как вам DLC и можете пообщаться с другими людьми там на, собственно, эту тему. Под видео ссылки на группы ВК и Дискорд. В ВК я иногда сру фотками и мемами, а в Дискорде человая и ламповая атмосфера, где все мертво. Ладно, ладно, где все обсуждают самые разные темы и играют вместе. Вот так, короче. Ладно, еще раз вам всем спасибо за просмотр, всем пока, пилотон, и всем хонды.